Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Смотр Рэйдж, всё как всегда. Как бы скоро обновление, поэтому я как вилсаком буду сливать сегодня вам новый айфон, в скобочках буду сливать вам новые обновления, вернее вторую часть обновления 1.5.2. Так что я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что на этом сервере у меня есть свой личный промокод Эван. Вводи его при регистрации и получай 50 тысяч рублей на свой баланс. Собственно, обновление 1.5.2. Это должно было быть всё обновление 1.5, такое глобальное, можно сказать. Но из-за того, что игроки сказали, Саня, где обнова? Они решили поделить это обновление на две части. Одна уже, как вы знаете, вышла ещё летом, там в июле в конце, если я не ошибаюсь. И теперь мы все ожидаем вторую часть. Все ожидали её на 1 сентября, либо хотя бы на середину сентября. Но, как вы поняли, сегодня уже последний день сентября, а обновления так и нет. Собственно, тот, кто чекает все группы ВК с MotorRage, активно играет на сервере, и смотрит, конечно же, Discord с MotorRage, ему не в новинку, что я сейчас расскажу. Но кто этого не чекал сегодня, по крайней мере, потому что последние сливы вышли именно сегодня. Вот, либо не чекал, либо не знал, что такое существует. Для вас будет, я думаю, новая инфа. Давайте начнём по очереди. Я начну со сливов, которые ещё не опубликовали в своей группе в Discord. Кстати, да, они в Discord вылаживают больше, чем в группе ВК. Lifehack 1. Они опубликовали летом, в августе. Не хотите ли вы перенести ЕКХ из места, там, где сейчас, в центре ЛС, можно сказать, возле тюнинга HPZ? Кстати, да, скриншоты вот это всё будет, да. В обсерваторию. Там большая парковка, далеко от города, почти никто не ездит и никому не будет нагружать, как бы, комп. И многие согласились, поэтому ожидаем перенос ЕКХ к обсерватории. Также прилетел второй скриншот, на котором мы видим 223-й Mercedes, S500, скорее всего. Также мы видим какую-то непонятную рамку сделать фото. Телефон с галереей. Какую-то местность очень интересная. Кто смотрел ролик мой, что будет в обновлении 1.5, который ещё выходил, я не помню, в мае вроде, да, или в июне начале. Я там говорил, что админы хотят добавить авито-магазин. И они это реализовали в 1.5.2. Как вы видите, Mercedes, это лот, который мы будем размещать. Вот эта местность, это место, где будут все фотографировать свои автомобили, вернее, не автомобили, транспортные средства. Потому что там можно будет продавать и вертолёты, и мотоциклы, и автомобили. Как они говорили, это авито, так что можно, я думаю, ещё продавать и дома, и бизнесы. Так что на этом не заканчиваем. Видим галерею. То есть можно будет уже фоткать свои авто в галерею. В принципе, по этому скриншоту всё. Переходим дальше. Дальше мы видим какое-то очень интересное место, с очень интересными текстурами. Я не знаю, есть ли такие текстуры в GTA 5. Наверное, есть, потому что я ещё не видел кастомного маппинга на GTA 5 в серверах. Типа как в МТА. Мы видим Chevrolet Impala. Мне кажется, любимая тачка всех из сверхъестественного. Вроде да, я не смотрел. Но культовая тачка теперь будет на смотререйш. И сразу мы переходим ко второму. Это получается то же место, где авито-магазин. Так, смотререйш-маркет. Может, он будет называться, я не знаю. Стоит эта же Impala. И стоит Mustang, который Shelby, который Boss 302 вроде, да? Как-то так он называется. Мне кажется, эти автомобили будут лимитированы. Либо будут стоить очень много. Как смотрел, в принципе, любят. Хотя, что будет стоить много, мы посмотрим в следующих скриншотах. Это первый скриншот, где я говорю, что это будет стоить дорого. Как мы видим, два автомобиля. Перед нами стоит на светлофоре Ferrari F40, которую они хотели сделать лимитированную в МТА. Но не вышло. Его даже салоны не покупали, СБУ не покупали. И они решили испытать второй шанс и добавить Ferrari F40 GTA 5. Сто процентов она будет лимиткой. Я прям чувствую. Либо будет стоить прям очень. Мне кажется, как Ford GT. А может, даже больше. Но то, что это будет лимиткой, мне кажется, это да. И первая тачка, которую мы видим, можно очень легко понять, что это за автомобиль. Посмотрев на приборную панель, либо на бардачок. И там написано Ferrari 812 Superfast. Как-то она вот так выглядит. Она тоже была в МТА и очень всем тоже нравилась. Стоимость ее, я думаю, будет около 40-50 миллионов, как у МТА. Может 30-45 где-то так. И следующие скриншоты, это самые свежие скрины. Первый скрин прилетает в ЖК Eclipse Tower. Он находится недалеко от HPC, недалеко от ЕКХ нынешнего. И это квартиры, да. Чтобы экономику немножко посунуть вниз, да. Потому что цены вообще неадекватные на дома. И игроки не успевают заработать, как цена вырастает просто на дома бешено. Вот, и они решили добавить квартиры. Только сфоткали они единственный ЖК-комплекс. Я думаю, в скором времени будут добавлять еще. Так что, у кого есть сейчас дома, можете их нафиг сливать. И при обновлении будем ловить ЖК. Только цены на нем, мне кажется, тоже будут очень приличные. И налоги там тоже будут, не забывайте. Собственно, квартир в доме 100, осталось 100 квартир. Вот это удобно, что пишет, сколько осталось. Я так понимаю, мы заходим на метку, у нас TP ехает, мы бегаем, выбираем как в МТА, возможно. Или просто открывается список, где мы можем выбрать. А вы реально подумали, что на этом скриншоте только новые дома и все? Не, пацаны. Если мы посмотрим левее немножечко, мы увидим Mercedes-Benz G65. На котором внизу появились вот такие ДХОшки. А где у нас такие ДХОшки стоят? Правильно, на обвесе Брабус. Поэтому они добавят тюнинг на G65, на старый гелик. Также на нем появилась другая рамка, именная смотра рейдж. Которую нельзя просто поставить, а она ставится с переработкой модели. Также, если мы посмотрим правее немножечко, мы видим Mercedes-Benz H63 W222. Также мы видим решетку радиатора, уже черную. Поэтому это уже будет какой-то Nike пакет на 222. Также мы видим на нем рамку смотра рейдж. Поэтому тюнинг на 222 тоже завезут. Также, пацаны, я не шарю в одежде. Можете мне поправить в комментариях. Но вот это, мне кажется, я на сервере даже не видел. Зеленого камуфляжа, зеленых Nike'ов таких. Ну, это, походу, новая еще одежда. Вот такой этот скриншот. Следующий скриншот очень маленький. Но то, что он добавит, это просто порадует всех игроков. Наконец-то появятся смски в GTA V. Наконец-то можно будет писать игрокам, а не искать их в Дискорде. Искать их, летать по серверу искать. Теперь можно будет переписываться. С помощью телефона, конечно, открываем. И так вот выглядит как бы иконка сообщения. Так понимаю, можно будет ставить иконки, возможно, на контакты. Возможно, подписывать их. Вот, и что-то отправлять. Если можно будет еще взаимодействовать и с галереей в телефоне, и скидывать там в смс-ках фотографии, то это будет просто аплодисменты, я не знаю. Следующий скриншот, пацаны, мы уже видим Смотра Рейдж Геймс. Планшет какой-то. Вот. И, как вы поняли, это типа Смотра Рейдж Магазин. Мы видим Лос-Антос Вайнвуд место, где она продается. Мы видим фотографии. Мы видим объявление BMW M5 в 90-2019 год competition, так понимаю. Можем также, если это мое объявление, его удалить. Либо вернуться назад к объявлениям. Также, как вы видите, единственная фотография это салона. Правее немного есть стрелочка, на которую мы можем нажать и перелистывать все фотографии в данном объявлении. Ниже стоимость этого лота, продавец, можно сразу ему смс-ку написать. Ниже просто описание, где написано чистокровная немка, там мне кажется, кто что хочет может ввести. Ниже тип продажи, количество владельцев, чиптюнинг, госномер, пробег и фото. Странно, что Смотра обыграла это не по-другому, типа она бы добавила просто описание, еще продажу и цену. А если вы хотели узнать количество владельцев и пробег по ПТС, тогда вы уже должны были бы купить с Мотор Рейдж отчет на автомобиль. Там, например, один отчет стоит 25 тысяч игровых рублей, где у нас описывается километраж как минимум и количество владельцев. Это было бы еще прикольнее, конечно, с точки зрения реализма. Но с точки зрения, что за каждый отчет платить столько денег, типа игроки скажут, не, зачем оно нам нужно. Поэтому Смотра это хотя бы не добавило. Но если бы добавило, было бы прикольно, напишите в комментариях. Ну и последний скриншот, это та же местность, та же рамка, которая находится вокруг транспортного средства. И как мы видим, вертолет, то есть мы сможем размещать на авито его. Я пока буду говорить о авито. Если кто не шарит, что такое авито и живет в Украине, это OLX. Ну и в принципе по скриншотам все. Также кто играет на сервере, знает, что у нас появилась метка полиция, правительство полиции, которая сначала находилась в городе Лос-Антос, а теперь она находится на ВВ. Вернее, на каком ВВ? На Челиаде. Собственно, что означает эта метка? Как мне рассказывали, это будет специальная клановая работа. То есть на ней могут работать только те, кто состоит в кланах. Обычным игрокам эта работа будет недоступна. И теперь хотя бы появляется смысл вступать в кланы и платить за это бабки. Также кто-то говорил, что из-за того, что добавят клановые работы, это одна и еще какая-то добавить, если не ошибаюсь, ферму или что-то такое, добавить еще какие-то штуки для клана, я думаю. И смысл вступать в кланы теперь будет. И цены на кланы, скорее всего, тоже вырастут на создание. Поэтому, кто еще не создал, можете бежать и как бы создавать. В принципе, пацаны, там все. Вот такой вот видос вышел. Я надеюсь, я тебе хотя бы что-то новенькое рассказал, что ты не знал. Можешь в комментариях также написать, что ты знаешь об новом обновлении на Смотр Рэйдж. Может, я чего-то не знаю, может, еще кто-то ничего не знает. Будет очень интересно. Напиши свое мнение по поводу этого обновления. Ну, с тобой был Эван. Подпишись на канал. Нажми на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои ролики по Смотр Рэйдж и по другим серверам. И смотреть их всегда, конечно же, первым. Нажми лайк, напиши комментарий, помоги продвинуть этот ролик в топ. Я буду тебе очень благодарен. Ну, а я тебе желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока.